Ну, здесь очевидно, что те объяснения, которые приводят сами власти, о том, что, дескать, два года назад мемориал нарушил некие требования о маркировке отдельных материалов, упоминанием о том, что они иностранные агенты, это не просто не выдерживает никакой критики, даже никто особенно не пытается делать вид, что проблема в этом. Даже Владимир Путин недавно на встрече с Советом по праву человека говорил не о нарушениях каких-то требований о маркировке, а о том, что мемориал каких-то не тех людей признает политзаключенными. И точно так же прокуратура сегодня, ну и в предыдущие дни говорила о том, что признавая людей политзаключенными, мемориал якобы оправдывает экстремизм и терроризм и отрицает решение российских судов. Ну, это, я думаю, что это абсурдно и, наверное, нет смысла даже доказывать, что мнение правозащитников о том, что кто-то законно или незаконно привлекается, вполне имеет право на существование, не является оправданием терроризма или экстремизма. Реальная причина преследования мемориала – это, конечно, его правозащитная деятельность, это, конечно, его исследования и кампании, посвященные нарушению прав человека в России и деятельность в Северном Кавказе, деятельность в других регионах России и тот самый список политзаключенных, которые они публикуют. Мемориал сегодня – это крупнейшая правозащитная организация в России и, очевидно, российское государство приняло решение положить конец правозащитной деятельности и вот таким образом начало борьбу с самой крупной, самой активной, самой заметной правозащитной организацией в стране. При этом, конечно, это сигнал всем и не только правозащитникам, это сигнал в целом гражданскому обществу российскому, что да, если нам кто-то не нравится, мы закроем, мы не будем считаться ни с какими политическими последствиями.